На площади у музыкального театра выставка спасательной техники. Ее демонстрируют иркутянам в честь праздника, 80-летия со дня создания в стране системы гражданской обороны. Вся техника последнего поколения, новейшие разработки, призванные предупреждать чрезвычайные ситуации и сохранять жизнь. Современный метеокомплекс, который сейчас все используют, все метеостанции оснащены. Мы в том числе позволяют измерить направление скорость ветра, давление, температуру, влажность. А это у нас приборы радиационной и химической разведки. Надо сказать, не так уж часто, но приходится выезжать. При любой чрезвычайной ситуации мы выезжаем и ведем радиационную разведку, химическую. Следим за тем, чтобы население не пострадало ближайшее. Радиоуправляемый вертолет – не детская игрушка. Новая разработка может отслеживать очаги возгорания в лесу и передавать изображение на пульс дистанционного управления. Это квадрокоптер, проводит съемку с высоты до 300 метров. Это как бы опытный экземпляр, единственный в главке. Познакомиться с новым вооружением спасателей приезжает и правительственная делегация. К делу подходят обстоятельно. Рассматривают, задают вопросы. После короткой экскурсии – торжественная часть. В зале музыкального театра ветераны, главы муниципальных образований, руководители крупных промышленных предприятий области. Со сцены их поздравляют члены правительства и законодательного собрания при Ангаре. В Иркутской области последние события, в годичной давности, в городе Братске, очень наглядно показали необходимость и важность того, что делаете вы по защите интересов населения, по защите интересов граждан. Поздравляют всех, но чествуют лучших двух работников МЧС, награждают почетные грамоты губернатора и грамоты Заксобрания региона от Министерства Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне. Медали тем, кто сохранил безопасность жителей области. Награды ждут и ветеранов, но самое масштабное мероприятие в рамках празднования состоится 4 октября, в официальный день создания системы гражданской обороны. В этот день по всей стране пройдут массовые учения. Галина Тернева, Александр Пахомов. Новости сейчас.